Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы! Мы продолжаем просмотр аниме Восхождение Героя Штаба. Еще тут у нас идет предпоследняя серия сезона, то бишь 24 серия. Прошлая серия выдалась именно такая как Чиллс серия, такая крайне веселая, позитивная, оптимистичная, при этом с долей какой-то инфы новой, если так можно высказаться. А конкретно именно вот эта серия, предпоследняя и последняя серия сезона должны быть кульминационные, в них должно происходить что-то с предпосылом конкретно именно на следующий сезон, правильно? То есть должны быть где-то именно какие-то активные действия. То есть в прошлое это была Чилл, разгрузка просто-напросто именно так, чтобы отдохнуть, как бы посмеяться тихо, спокойно, без напряга посидеть. А в этих сериях уже должно быть где-то какое-то напряжение. И уже конец прошлой, в принципе, на это намекал, с учетом того, что через два дня на ту страну, в которой они находятся на данный момент, нападет волна, очередная волна. Так что да, мы будем приступать, смотреть где и как, что там будет. Но перед этим не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, а также подписываться на телеграм и на твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра, друзья, и погнали смотреть. А если бы они эти часы не нашли бы, чтобы волна бы напала, и они бы об этом даже не знали? Но если бы они в это время находились, допустим, в другом месте. Выходит, что так. Драконьи песочные часы быть не могут. Волна может погубиться из жителей острова. Следующая волна ударит через два дня. С помощью телепортации я вернулся в столицу. После моих слов, королева начала собирать войска на битву с волной. Он способен телепортировать, получается, и своих союзников. Ну хорошо, это в принципе правильно. В принципе правильно. Если они конкретно именно твой отряд, да, который именно официально, скажем так, зарегистрирован, твой отряд, да, то ты можешь их телепортировать так же, как и телепортировать себя. Это правильно. По поводу волн, я, наверное, в прошлой серии прям много слишком наморосил и, может быть, даже начал тупить. В плане того, что нам уже где-то какое-то давали конкретно по этому поводу инфу, да, где и как они ударяют. А я, наверное, как обычно, типа затупил, забыл, как бы, или прослушал где-то как-то, не знаю. Вот. И, может быть, нес какую-то чушь, чушь, ересь и хуйню. Не исключаю этого. Как бы эту серию я смотрю сразу же после просмотра прошлой, поэтому, как бы, вот так подумал, что, может быть, я что-то не то и не так говорил. Также, любопытно, что если вот волна, хорошо, если она ударяет по какой-то именно конкретно стране и нету героев для того, чтобы ее остановить, а люди своими силами где-то как-то не справляются с этой волной, что случается? То есть волна, хорошо, она разрушит конкретно именно ту страду, которая на ней появилась. А дальше? А, хотя у них же есть определенное время. У волны есть определенное время. Не, все, вопросов нет. И, вероятнее всего, она начнется под водой. Потому, мы ожидаем волну на кораблях. Конечно же, корабли были подготовлены королевой. В отличие от короля-подонка, она легка на подъем. Мы чудом успели. Удивлен, что вы собрали армию в такой короткий срок. Ну, а что сделать? Ну, конечно же, это пустяки. Все же не с волнами является долгом королевской семьи. А ты зачем вязалась? Как это понимать? Я ведь тоже ваш товарищ. Фира, всегда рада тебя видеть, Мел. Фира, я тоже. В слову, все ли будет в порядке с людьми на кальмиру? Граф Хабенбург уже закончил эвакуацию островицян. Хорошо. Красивый очень остров. Не хочется, чтобы с ним что-то произошло. Вы можете сосредоточиться на сражении. Все верно. Но расслабляться нельзя. Как и всегда, эти трое не собираются работать вместе. А они хотят? По их словам, после повышения уровней все должно быть хорошо. Боюсь, что опять может пойти из рук вон. От долбоеба. Я правильно понял? То есть, они сказали, что мы снова не будем работать вместе. Мы повысили дохуя уровень. Мы дохуя сильные, пиздатые, распиздатые. Прям крутые, блин, раскрутые. И поэтому соло затащим. Нахуй нам не нужно работать сообща. Правильно понимаю, да? Если это так, то еблоны. Это же Ларк и Тэрис. Они тоже будут сражаться? Ты знаешь? Да. Мы работали вместе на Кальмире. Рада, что они будут с нами. Они куда полезнее, Матаясу и остальных. Да? Не часто ты полагаешься на других? Понеслась. Цвета такие вот кислотные, да? У этой вот волны. Вот мне прям не нравятся сама по себе. Я сама по себе цвета, которые при волне. Это еще что? Томбы, сделанные из кроколевских фруктов. Коколевых фруктов? Понятно. Концентрированные алкоголи на монстров подействуют. Они здесь! Продолжать атаку! Не подпускать их! Господин Ицуки! Это босс? Стерела метеора! Ну-у. А правильно делает. Да, по сути, типа, цель какова? Если идет сражение конкретно именно на воде, просто первым делом нырни под воду, да? Тем самым по тебе, ну что тебе сделает где-то какое-то копье? Что тебе сделает стрела, когда ты находишься под водой? И при этом ты как бы босс, ты прям силен, да? И таким вот образом ты хуяк сбиваешь все эти корабли, чтобы сражались непосредственно именно в воде, плавая люди. То есть им будет гораздо сложнее. Они неустойчиво стоят, они просто-напросто плавают. Не могут где-то как-то именно нормально атаковать. Поэтому самый оптимальный вариант для волны это разрушить абсолютно все корабли. Но на Уфуме, может быть, он может где-то как-то, ну он может оболочь тот либо иной корабль своей защитой. Ну перед столкновением, то есть когда вот монстр типа идет к кораблю, он перед столкновением поставит где-то какой-то щит. Вперед, Фиро! Да уж, опять мне не везет. Герой щита, отвлеки на себя самого грозного врага. Сказать легко, вот только он под водой. Потому я и посылаю тебя. Реакция ненависти! Попался! Сейчас. В атаку! Стрела Метеора! Капкио Метеора! Клина от Метеора! Слабовато. Ни о чем. Получилось! Вряд ли. И как по мне, эту волну желательно, блин, попытаться пройти и без использования еще так неба. Теперь повысив свой уровень, даже Рафталия бьет сильнее, чем они. Но убить такого монстра она не сможет. Оставьте большого на героя! Разберитесь с мелочью! Неужели ключевую роль сыграет непосредственно именно на красноволосые и голубоволосые? Как источник силы я повелеваю. Расшифрую законы природы и сокрушимых врагов силы и воды. Расшифрую законы природы и сокрушимых врагов силы и сокрушимых врагов сил. Пытаются затащить в воду. Не, за ней надо по-любому. Хорош. Я же говорил, сыграют где-то какую-то именно ключевую роль тоже. Держитесь покрепче. Согласитесь, мы такие атаки не видели ни у кого, ни у кого из тех, кто не является героем. Ты правда силен. На алфу не был прав. Атакую вон того огроменного! В случае чего мы с Фира вытащим тебя из воды! Ну, полагаю, сперва стоит убить его. Сможешь снова вытащить этого урода из воды! А вот уже и урон! Я ему не проиграю! Я ему не проиграю! Вперед, Фира! Поразник заканчивается! Руговой удар! Самоцветный шторм! Комбинированный навык! Грозовой смайк! Она еще и комбинет с ним атаки. Ну да, в принципе, то же самое, что делала шлюха с Матаясу. Какая невероятная сила! Вот и волна! Вот и волна! Мне кажется, это босса волны был. А вы нет! Вы зачем пришли? Разве не очевидно, добыча. Вся добыча из чудовищ волны принадлежит героям. Как-то выяснить, ни хрена не сделали. Слушайте, с тем, кто убил эту штуку. Герои! Это какая-то не смешная шутка. Как такие слабаки оказались защитниками мира мира. Правильно! Правильно! Королева просит убить остатки чудовищ. Напал на них, а зачем? Что это значит? Это и правда, герой считано. Черт! И как так все сложилось? Отвечай, как это понимать? Все просто. Ради спасения нашего мира умрите. Этого я не ожидал. Ну понятно, он как и Фитори, я увидел, типа, что те, которые называют себя героями, слишком слабы для того, чтобы даже эту волну, к примеру, одолеть, да? И, наверное, я подумал, что ради спасения нужно на самом деле их убить для того, чтобы призвали как бы новых, которых получится это лучше. Если он исходит из таких вот умозаключений, тогда частично это понятно. Частично. Если уже он из каких-то личных побуждений или какой-то личной неприязни, конкретно именно по отношению героя Щита, то тогда при чем остальные герои? Почему он их атакует тоже? То есть, в общем, он с момента именно знакомства с Новофуми, он не имел ничего против, касательно именно в общем всех героев, да? Ну, только, то есть, говорил о том, что ходят слухи по поводу героя Щита, это да. Вот, но он не говорил по поводу остальных героев, что он где-то как-то имеет что-то против них. А тут он реально только сказав о том, что они прям слабы, и те тоже хороши, да? То есть, только-только завалили этого вот монстра, при этом вы ничего не сделали для того, чтобы его где-то как-то завалить. Ну, то есть, пукнули своим этим, там, стрела говна, там, это вот, там, копье говна, это вот все. Меч говна. И у вас ничего не вышло, ничего не получилось. А как только завалили, получается, этого монстра, вы сразу же, все принадлежит героям. Все добыча, блядь. Так вы не сделали нихуя, Новофуми правильно сказал. Они сразу же прибежали, как коршуны, блядь, налетели. Давай добычу забирать. Вот, но он не из-за этого, он, наверное, не из-за добычи, а именно из побуждений, касательно того, что они слабы. Ну, ладно, посмотрим. Так, а почему-то, объясни получше. Да-да-да-да-да-да-да-да, объясни получше. Сколько же проблем. Короче говоря, мы такие же герои, как и вы, только из другого мира. Другого мира? И так же, как и ваш, наш мир находится на грани разрушения. Чтобы это предотвратить. Тейрис. Иначе говоря, нам есть за что сражаться. Поэтому мы не можем проиграть. Ты ведь понимаешь, да? Не понял, вы можете... Не понял, вы можете спасти свой мир, только с условием, что вы убьёте героев другого мира, так? Ну, просто прозвучало это таковым образом, что, типа, нам нужно спасти, как бы, свой мир. При этом вы не спасаете, как бы, свой мир от волн, там, находясь именно в своём мире, а вы попали именно в этот мир и пытаетесь убить героев этого мира для того, чтобы спасти свой чуть-чуть. И мне... Что-то... Что-то такое я припоминаю, что-то подобное мне писали. Может быть, не совсем конкретно именно так, но вот что-то... Что-то я припоминаю. Ладно. Его целью с самого начала был на Афуме. Ошибки нет. Они враждебны по отношению героям. Объявляй их нашими врагами. Окажите героям всю возможную поддержку. Есть! Ты думаешь, это смешно? А вам лучше не вставать. Все, которые говорили, что они прокачались, да? Мы типа прокачались, всё, изи. Сейчас я взываю к Сирисамоцветом. Внемлите моему золу. Моё имя. Терис Александрит. Друзья. Хайте мне сил уничтожить врагов. Самоцвет. Метеоритный дождь. И смотри, какой масштаб у неё. Знаю. Просто убедилась, что нам не помешают. Друзья. Защитить от обрушившихся бедствий. Самоцвет. Спокойствие. А то есть, против них они ничего не имеют против. Просто атаковали, дав понять, типа, что мы можем, как бы, вас разъебать, да? И при этом, сразу же этот огонь, который вызвала сама, она же его и потушила. Ну, даёт понять, что она ничего не имеет против них. Они имеют что-то против, только конкретно именно против героев. Но нужно больше объяснений. Сперва атаковала, а потом помогла? О чём они вообще думают? Вы с двоих, и мы не убьём. Пускай мы вас втянули. Но не вмешивайтесь. Да. Наша цель. Я и только я. Не давайте! Господин Афуми! Я поняла. Я вам задницу надеру! Я знаю, что я не знаю! Ну, да. Только это будет крайне сложно и проблематично. Воздушные косы. Первая стойка. Воздушный поток. Я цел. Это даже не больно. Но сила, наверное, не только зависит от уровня. Потому что уровень у них не то, что вы прям сильно большой по сравнению, и намного больше по сравнению конкретно именно с Науфуми и с остальными героями, да? Наверное, её очень многое зависит именно от способности владения, где-то каким-то именно своим оружием. Не полагаться именно на уровень, да? А оттачивать где-то свои способности. И как я уже об этом и говорил, что тот же самый Науфуми, имея как бы щит и не имея способности где-то как-то атаковать, да? Был гораздо сильнее даже троих вместе взятых остальных героев, хотя они были куда выше уровень, нежели он, да? Вот. И он всё равно был сильнее их и мог в соло как бы развалить прошлую волну, которую они ничего не могли противопоставить. Вот. На тот момент. Так же и он, наверное. Да, он имеет приблизительно такой же уровень, но при этом именно способность владения у него гораздо лучше. То есть он гораздо серьёзнее подошёл конкретно именно к освоению каких-то способностей, к своим каким-то тренировкам и так далее. Хотя руки слегка анимели. Хе! Интересные у вас игрушки! Сперва займитесь спасением людей. Вытащите их на целые корабли. Что насчёт героев? Они же в воде. Клинных отрядов уже отправились на помощь. Они справятся. Респожа Малкин! Доставь меня от Науфуми! А ты разве сможешь на что-то повлиять? Пять, суши, трюк! А это уже сказывается то, что он использовал щит гнева в прошлый раз. То есть он не настолько силён. Меня не задело, но всё равно больно. Сам ответ! Клавя! Прости! Что за голос? Понимаю. Ты не хочешь с ним сражаться? Это ведь сделанный мною браслет. Тырец! Всё хорошо. Воспользуюсь другим. Вы двое! Пейте! Да! Это умение Ларка. Игнорирует защиту? Нет. Тогда я бы не получал столько урона от косы. Думаю, стоит попробовать. Вот уж не ожидал, что у тебя есть обращающий защиту атаки. В яблочко? Чем больше защита цели, тем больше урона они наносят. Иными словами, ты – идеальная цель, геройщик. Вопрос с подвохом? К сожалению, мой принц, сражаться честно. Я с радостью расскажу тебе всё. Сражаться честно? И это ведь бой насмерть. Вечно такой прямолинейный. Вот мне и было не по себе. И самоцвет. Тот самоцвет, который он сделал, не хочет его атаковать. Значит, скорее всего, может быть, когда она в прошлый раз атаковала, да, когда они вместе прокачивались, и она атаковала тем огнём, и этот огонь смог очистить именно какое-то такое вот именно проклятие с Науфуми. Может быть, это сделал и не наносил ему урона. Может быть, это как раз таки из-за того, что это сделанный самоцвет его руками? Ну, такое имеет место быть. Как сюда попало? Меня подбросили. Волна ещё не закончена. Победи их уже, наконец. И мы отправимся домой. Ну, чего? Нет. Лак. Конечно, обращающий защиту атаки та ещё головная боль. Но ведь я могу от них просто увернуться. К тому же, воздушный щит и второй щит у меня не просто так. Если что, я воспользуюсь ими. Науфуми! Зачем ты раскрыл свои карты? Нормально. Похоже, мы оба раскрыли свои козыри. Раз так, перейдём к делу. Фира! Нет! Судяная пушка! Моги иллюзий! Сзади. Моги иллюзий! Наши сильнейшие комбы не сработало. Это довольно-таки больно. Признаю, ты неплохо владеешь своим щитом. Хорош! Сказал, что воспользуешься воздушным щитом для защиты. А потому мы не думали о ловушке. Силёна в играх разума. Террис может переключаться между атакой и защитой. Ударила по области, чтобы Ларк не получил больше урона. Похоже, они и правда герои из другого мира. Это видно по их духу и силе. Героизм в них куда больше, чем в тех троих. К тому же... Мне наскучили монстры с острова Кальмира. Бои, в котором вовлечены стратегии хитрости, куда интереснее. Не время хвалить достойного оппонента. Убей или будь убитым. Таково правило. Мне нравится, во-первых, сражение против них. Его на части где-то как-то их даже уважают. Ну, пусть они атакуют его и хотят где-то как-то его убить. Но они это делают в открытую. И не из какой-то ненависти или ещё из чего-то. А они конкретно именно говорят. Да, вот так-то мы должны вот это вот сделать. И да, у меня есть вот такие-то способности. То есть они не крысятничают. И именно из-за этого у него к ним где-то какое-то уважение. И вот посмотрите, как он, кстати, сработался вместе с Мелти, с Фира, с Рафталией. Да, именно их совместные какие-то вот атаки. Вот таким вот образом должны работать все четверо героев. Вот такая должна быть именно совместная работа. Вот такие должны быть именно скомбинированные. Где-то какие-то стратегии, где-то какие-то вот такие вот атаки. Всё должно работать именно вот так вот. А не так, как они работают до сих пор. Что каждый именно атакует по-своему. Если они научатся вот так вот слаженно работать вместе. То есть все герои слаженно работать таким вот образом вместе. Они будут очень сильны. но разве не весело на уфуме у нас еще полно сил вы как ребят газ загадочная женщина появившийся на прошлой волне и похоже она на их стране блин те двое были проблемой вместе с ней это прям вообще проблема проблема и на уфуме еще до конца не восстановился после прошлого сражения он сражался не в полную силу что о чем ты говоришь когда он серьезен то использует другой зловещий щит даже без него ты смог так ранить ларкой полностью заблокировал мою атаку ты стал сильнее но спасибо за комплимент именно поэтому то есть она видит в нем потенциал что если он дальше будет продолжать жить дальше будет продолжать повышать уровень до тренироваться то у них не будет каких-то шансов и возможности где-то как-то именно его убить да то есть то что он станет гораздо могущественнее гораздо сильнее их то есть они не то чтобы где-то как-то убить его они просто-напросто даже поранить его не смогут даже где-то как-то поцарапать потому что защита у него будет настолько сильна что ему просто будет плевать на все ехать это какие-то атаки это прозвучало таковым образом что типа ты стал сильнее ты изи даже без использования того щита смог ранить его смог заблокировать мою атаку а значит мне нужно справиться с тобой прямо сейчас пока еще есть такая возможность вот как это прозвучало озвучено и конец да не хорошо ну как серия в принципе как я предполагал серия получилась сама по себе интересная и обратно же она и информативная и сражение само по себе неплохое то есть именно много актива это хорошо это хорошо все как я предполагал все как я этого и хотел все как и должно быть в окончании сезона то есть следующая серия это будет завершающая именно где-то какое-то сражение между ними понятно что наверное не умрут ни те ни другие и никто из них нигде не умрет просто-напросто останутся при своем но при этом как бы ну и никто не умрет не с той стороны не с той стороны все останутся при своем просто-напросто обменяются вот этим вот любезностями где-то какими-то атаками может быть чуть побольше узнают друг о друге не более того и разойдутся наверное это будет выглядеть именно так и достаточно времени следующей серии наверное будет на это потрачено. Дальше же нас плавно переведут именно где-то какой-то сюжет, который будет касаться непосредственно именно второго сезона. Нет, серия получилась отличная. Сказать мне, наверное, по поводу нее больше нечего, хоть и показали нам многое, и, в принципе, реакция получилась не сильно-то и много, но все, что у меня было в голове и все, что я хотел говорить, я говорил именно на протяжении реакции, останавливая, либо во время где-то чего-то, что происходило. То есть сейчас у меня есть где-то куча мыслей в голове, но они, знаете, так вот, какие-то не то чтобы неполноценные, а их много, и они все переплелись, и я не могу выбрать что-то одно, чтобы где-то как-то это озвучить. Вот, поэтому пока что я с этим повременю. Может быть, как-нибудь потом. Так что да, ребят, на этом, получается, буду заканчивать, буду со всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция, и всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok